Нет больше красоты, чем сочетание двух начал. Среди измрудных крон деревьев сквозь чащу проступает старая храмовая стена. Здесь, в лоне дикой природы, осколок человеческой цивилизации занимает свое заслуженное место. Не в роли захватчика, а лишь части общей картины. Играя по правилам современного мира, человек в погоне за материальными благами рискует потерять самого себя. Впрочем, эта проблема, кажется, была и остается актуальной для нашего вида на протяжении всей истории. Возможно, именно поэтому в начале 14 века среди зеленых и густых лесов неподалеку от Старого Крыма были заложены первые камни монастыря Сурбхач. Мраморный купол из 12 сегментов – первое, что видит путник, приближаясь к древнему сооружению. Выглядывая из верхушек деревьев, он будто обозначает правильное направление по дороге через лес. Камень был привезен специально из Армении, а вот башня сохранилась еще со средних веков. Изначально комплекс был построен по классической для апостольской церкви схеме и состоял из трех ключевых строений. Но со временем облик монастыря неоднократно менялся. Летопись событий и жизни храма детально изложена на выставке в одном из помещений. Раньше на месте музея располагались кельи. В 1941 году, когда монастырь был захватчен немцами, здесь был основан штаб. И во время очередного авиаудара полутонная бомба пробила потолок и приземлилась прямо в этом месте. Но чудом не взорвалась. По соседству располагается трапезная. В северном зале устроены камин и дровяная печь. Огонь играл важнейшую роль в монашеском быту. Здесь не только готовили пищу. Очаг был единственным источником тепла. В период с 18 по 20 века комплекс неоднократно видоизменялся. Новое поколение монахов занималось восстановлением и реставрацией храма и примыкающей территории. До революции 1917 года братство владело обширными наделами земли в горных и степных частях полуострова. В монастырь все прибывали и прибывали люди. И когда во дворе напротив храма практически не осталось места, было принято решение перенести кельи сюда. На другой стороне внутреннего двора расположено главное помещение всего корпуса – церковь Сурбеншан. Древние стены все еще хранят остатки средневековых росписей. Пол храма выполнен из могильных плит, под которыми покоились монахи-основатели. После Второй мировой войны каменные монолиты были разбросаны и перевернуты. Также интересной особенностью является уникальная планировка алтаря. Священное место стоит на трех ступенях, по аналогии с Новым ковчегом. У основания самого монастыря расположена целая система фонтанов и источников. Люди приходят сюда омыть руки и набрать воду домой. Здесь среди пения диких птиц, журчания прохладной воды и полифонии монашеских голосов понимаешь. Некая сила была здесь и пробудет, пожалуй, что целую вечность. То самое единство дикой природы и человеческой души. Артем Андроновский, Алексей Семенов. Утро нового дня.